Замки на островах И карстовые пещеры, где обитают таинственные протеи. Словения – единственная во всем мире страна, в названии которой звучит слово «Лав» – «Любовь». Жизнь здесь течет по-провинциальному просто и неторопливо. Любляна – столица Словении. Из Москвы сюда лету всего 3,5 часа. В самом центре города, на площади национального славянского поэта Франца Пришерна, которая некогда носила имя Святой Богоматери, сегодня красуется обнаженная муза. Новое лицо площади, да и всей Любляне, подарил архитектор Ёжи Плечник. Центральная площадь плавно перетекает в тройной мост. Несмотря на название, с моста к воде ведет сразу шесть лестниц. Поблизости всегда играет волынка. Многие старинных гостиниц были также построены по проекту главного славянского зодчего. Если к тройному мосту приходят, чтобы спуститься к реке Люблянеца, то мост драконов – совсем другое дело. Славянские девушки наведываются сюда перед свадьбой. Местная легенда гласит, если статуя кивнет невесте головой, значит, у нее будет любящая свекровь. А загаданное желание может сбыться, если вдруг дракон изрыгнет огонь. Пока счастливые исходы подобных событий не были отмечены. Люблянские драконы на редкость несговорчивы. Люблянский град – древний замок на холме. Добраться сюда можно и пешком, но быстрее на фуникулёре. Поездка займет всего одну минуту. Разноцветные камни сами расскажут историю замка. Например, белые валуны помнят еще римских правителей. В XIV веке здесь была одна из резиденций королевской династии Гавсбургов. Позже град стал тюрьмой. А сегодня в замке работает музей. Когда туристам надоедают слушать про дела давно минувших дней, им предлагают полетать на этих качелях, с которых виден весь город. У подножия Люблянского града – часовая башня, украшенная кукольными фигурками. Эти часы специально отстают, чтобы не пересечься со звоном церковных колоколек. Мосты, Люблянский град, красные черепичные крыши и многочисленные церквушки можно увидеть с неземной высоты, если полетать над Любляной на воздушном шаре. Любляна будто создана по размеру человека. Только в этом городе можно прогуляться по необычным мостам, которые исполняют желание, и заблудиться в лабиринтах городского рынка. А также выпить ободряющего коктейля в компании скелетонов, которые подмигивают, улыбаются беззубы челюстью и переворачиваются в гробу. Заключенный сидит в клетке, подвешенной к потолку. На стенах заведения – картина из мощей и престарелая Мона Лиза, которая не сводит глаз с посетителей. С напитками авторы проекта также обошлись безбожно. Как с названиями, так и с содержимым. Например, коктейль «Убойная сила», в котором смешаны три крепчайших ликера и водка, пьется горящим. В получасе езды от Любляны у подножия Юлийских Альп раскинулись блед и бахинь. Эти озера ледникового происхождения, которые иногда называют альпийским дуэтом, расположены в 30 километрах друг от друга. Блед называют самым красивым озером Словении. Островок, расположенный в центре изумрудно-зеленого водоема, служил пристанищем для первых путешественников, которые останавливались здесь еще в доисторические времена. Древние славяне поклонялись на острове Живи – богине любви и плодородия. На берега озера Бахинь приезжают как за красотой местной природы, так и для экстремальных развлечений. Специальное бандирование, опытный проводник и можно отправляться в горы. Перед самим подъемом инструктаж по технике безопасности. Главное правило – три точки опоры. Кажется, лезть наверх гораздо проще, чем спускаться. Бахинская долина – один из туристических центров современной Словении. А ведь каких-то пару сотен лет назад случайно забредший в эти края путник становился для местных пастухов и крестьян настоящим событием. Сегодня все секреты крестьянской жизни расскажет Домоплена – старинная ферма-музей. Его единственный служитель – воплощение коренного бахинца. Раньше местные жители носили именно такие шляпы и курили такие трубки. Главное место в доме занимала так называемая черная кухня. Без вентиляции и окон. Дом украшали колокольчиками для животных. Поросята, еле передвигающиеся от сытости, также местный колорит. Впрочем, как и козольцы, так здесь называют амбары для хранения сена. В каждом районе своя архитектура. Чем краше амбар, тем зажиточнее и крестьянин. Таверны, которые раньше были в почете у крестьян, и сегодня работают, соблюдая обычаи и традиции. В каждой пекут хлеб. Очень нежный и чисто славянский готовится и смеси пшеничной и кукурузной муки. Чтобы он не засыхал, его кладут в трепишную курицу. А самые вкусные вареники, а ядови крапи, из гречишной муки с сырной начинкой. Местные жители – профессионалы в танцах на ходулях. Есть шанс бесплатно померяться с ними умением. Это не так-то и просто. Расположенный в Юлийских Альпах национальный парк был назван в честь одноименной горы – самой высокой вершины Словении. Пик Триглав, изображенный на флаге страны, славянцы называют домом божества, правящего небом и землей. Триглавское ущелье Талминка – самое загадочное. Деревья здесь, как одежды, покрыты вьюном. Когда-то здесь царствовал золоторог – белоснежный олень с золотыми рогами. Он охранял несметные сокровища, хранящиеся в недрах гор. Но когда люди решили напасть на благородное животное, он ушел далеко в горы. А легендарные сокровища так никто и не нашел. Говорят, поэтому и дорога сюда такая непролазная. Из парка Триглав на юг ведет, пожалуй, самая необычная автомобильная дорога в мире. Дело в том, что часть пути и водитель, и машина преодолевают на поезде. Так быстрее. Построить железную дорогу на такой гористой местности было непросто. Самым сложным участком оказался 6-километровый туннель в скале. Пассажирских вагонов нет, только платформы для перевозки автомобилей. Конечный пункт назначения – горишка Брда. Земля пчелиных пасек. Пчеловодством здесь занимаются многие. Дело это очень благодарное. Мед, прополис, воск – ничего не пропадает. Из воска делают свечки, прополис – лекарства. А мед – любимое всеми лакомство. Липовый, майский, каштановый с фруктами и овощами. Даже с тыквенным соком. Последние принимают как лечебный настой, регулирующий обмен веществ. К пчелам в Словении относятся по-особому. Сравнивают с человеком. Говорят, что у каждой есть душа. Домики для них мастерят на загляденье. Каждый улья украшен забавными картинками. А самый популярный славянский сувенир – это деревянная крышечка от улья. Кроме разнообразных медов, горишка Брди изготавливают и крепкие наливки. Из яблок, слив и груш. Например, вельямовка – грушовая водка с обязательным плодом в бутылке. Чтобы получить такую красоту, тару надевают на цветок груши. И фрукт растет прямо за стеклом. Южнее горишки находится липица – небольшая деревенька, в которой живет всего 60 человек. Она названа так в честь липы – любимого дерева местных жителей. Когда на этих землях стали выращивать белоснежных коней, их тоже назвали в ее честь. Конезавод был основан здесь еще в 1580 году для нужд австрийской армии. С тех пор здесь выращивают превосходных лошадей лепицаанской породы. Интересно, что лепицаанцы становятся белыми в возрасте 5-6 лет, порой и позже. А рождаются эти животные такими же, как и все остальные – серыми, гнедыми, вороными. Этому малышу всего несколько дней. Единственное светлое пятнышко на лбу со временем увеличится, и же ребенок станет, как его мама – белоснежно-белым. Лучших представителей породы отправляют в знаменитую венскую школу верховой езды. Однако научиться сидеть в седле можно и здесь. При заводе открыт целый учебный комплекс – клубный отель, тренировочный манеж и несколько трасс для скачек и полей для выездки и конкура. Большая часть Словении лежит в гористой местности. А вдоль Адриатического моря с севера-запада на юго-восток тянется знаменитый горный хребет – Динарский карст. В его недрах притаилась уникальная постойнская пещера с диковинными животными и подземными водопадами. Путешествие по пещере начинается в специальном поезде. Сначала взору путешественников предстают угловатые коридоры старой пещеры. Поезд останавливается, начинается второй этап экскурсии – пешком. Экскурсовод проведет специальными маршрутами, расскажет, чем сталактиты отличаются от сталагмитов и покажет место самым гулким эхом. В подземных туннелях обитает таинственное животное из рода Саламанта – протеус ангениус, или попросту протеи. Это совершенно слепые животные, они могут длительное время обходиться без пищи. Питаясь микроорганизмами, протеи доживают до 100 лет, поэтому в средневековых легендах эти животные стали символом бессмертия. Пещеры в Словении соревнуются количеством со средневековыми замками, которых просто не счесть. В каждой деревушке небольшая церквушка и так называемое «старое место» – цитадель или то, что от нее осталось. Замок Оточец раньше возвышался на правом берегу реки Крка, но она изменила русло. И крепость, окруженная со всех сторон водой, фактически оказалась неприступной. Сегодня в замке 13 века отель класса «Люкс». Глобальной реконструкцией подверглись не только стены, но и вся территория. Остров-отель с большой землей соединяет деревянный мостик. В зеленой речке неспешно плавают лебеди и целая утиная семья. Здесь царит особая атмосфера, чтобы каждый смог почувствовать себя графом или графиней. Посетителей замка встречают его хранители и угощают местным вином. Затем следует облачение в старинные платья. Все желающие могут принять участие в настоящем рыцарском турнире. Нет опыта – не беда. Хранитель замка бесплатно научит управляться с мечом. Кстати, обороняться гораздо сложнее, чем нападать. Ужин при свечах в рыцарской комнате – еще одно развлечение. Закуску подогревают прямо на глазах. Это что-то наподобие жульена. Потом суп, после которого подают сухофрукты с козьим сыром и кедровыми орешками. В конце – шашлык из оленины, говядины и утки, украшенный грушей и клубникой. После плотного ужина – ночь в королевских палатах. В интерьере – дерево, камень, мягкий текстиль. Многочисленные подушки на диванчиках и атаманках. Вольтеровское кресло перед камином. Роскошное королевское ложе. Водолечебные курорты Славинии пользуются заслуженной популярностью во всем мире. Окруженные великолепной природой, они и сегодня являются идеальным местом, чтобы поправить здоровье. Прогашка сладени с помощью уникальной минеральной воды лечат желудочно-кишечные заболевания. Овчата же, расположенном на берегу реки Сава, профессионально снимают стрессы. Например, массажами с душистым цветочным маслом, а также различными ваннами. Некоторые можно принимать прямо на улице. Вода в таком бассейне жутко холодная – плюс 10 градусов. А рядом горы за снежными вершинами. Завораживающая картинка уже сама по себе успокаивает. Чтобы согреться – сауна. В конце – купание в минеральных водах. Воды из источников рогашка сладени помогают от желудочных хворей. Красные клювики – вода теплая, синий – прохладная. Насыщенная магния, на вкус солоноватая. В рогашка сладени можно узнать и секрет фанга – лечебной славянской грязи, которая помогает при болях в суставах. Ее огромными порциями раскладывают вначале на кушетку, потом на тело. В конце пациента, как младенца, заворачивают в белые простыни. Неподалеку от рогашки находится главная шоколадница Словении, а попросту – фабрика сладостей. Горький, молочный, белый – все виды шоколада здесь производят вручную. Рецепты достались нынешнему владельцу еще от его прадедушки. Горы конфет, корзины сладостей, набор умелые ручки с молотком, пассатижами и отверткой из шоколада. Во всем этом нет ни грамма сои и химических добавок. От шоколадного зайца у детей не высыпет диатез. По крайней мере, так здесь обещают. Особо щепетильным разрешают зайти и одним глазком взглянуть на производство. Конвейер с ароматными плитками и реки шоколада. Есть в рогашка с латини и хрустальный завод. Вазы, графины, статуэтки – все ручной работы. Стеклодувы достают из печей раскаленные сосуды. И потом, строго по эскизу, начинают работать с каждым изделием. Потом главный мастер доводит продукт до полной готовности. Погрешность – доли миллиметра. Во время экскурсии процесс можно не только увидеть, но и принять в нем участие. Получается совсем даже не бокал, а что-то похожее на ракушку. Очень уж быстро масса твердеет. В магазинчике при фабрике выбор огромный. Бокалы, изящные стаканчики, бабочки и глобусы. Самый популярный подарок – хрустальный меч. Вокруг рогашки заснеженные горные вершины, на которых на полном государственном пансионе живут вот эти хрупкие животные. Этот белый олень-альбинос в природе непременно погиб бы. По яркому окрасу его сразу нашли бы хищники. А здесь он главный любимец. Олени подходят очень близко, если не делать резких движений и кормить их кукурузой. Всех пушистых созданий здесь зовут пиками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин